В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проверил ход выполнения работ по капитальному ремонту домов в исторической части города Видное. Все кровли планируется до конца ноября завершить, чтобы уже в зимний период времени крышу людям не текли. В здании детского спортивного клуба «Орленок» начался капитальный ремонт. Зал прибыл дополнительно 100 квадратных метров. Подсобные помещения появились. Выставка художника Сергея Голяндина открылась в историко-культурном центре. Он и мольберт, и вот он сложность, и связь с жизнью, так там ги. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства региона, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. Во вступительном слове губернатор обозначил главную тему, которая требует самого пристального внимания. Именно ей была посвящена основная часть совещания. Нашей главной, важной задачей остается работа с семьями, внимание, взаимодействие, та чуткость, которую мы декларируем. Коснулся Андрей Воробьев и темы выплат семьям мобилизованных граждан. Она также находится под контролем подмосковных властей. Хочу наш цифровой социальный блок поблагодарить. Все выплаты практически завершены. Если кто-то, какая-то семья еще не получила выплаты, то уже в ручном режиме на этой неделе процедуру мы закончим. В ходе совещания на связь вышли представители семей мобилизованных, которые проживают в различных подмосковных муниципалитетах. Они рассказали, какая помощь им была оказана. Как только мужу пришла повестка, он съездил в военкомат и пришел, сказал о том, что завтра ему нужно прибыть на призывной пункт. Я написала классному руководителю, что мужа мобилизуют. И тут же, знаете, мне было предложено написать данные мужа, ребенка. И через полтора часа мне уже перезвонили из управления образованием. Буквально еще даже я не предоставила документы, не собрала. То есть было как-то не до этого. Ребенку предоставили бесплатное питание, бесплатное посещение секции плавания на базе восьмой школы. Стоит отметить, что по инициативе губернатора в каждом муниципалитете Подмосковья открыты центры помощи семьям мобилизованных, где волонтеры, юристы, соцработники помогают с решением различных вопросов. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Ленинский городской округ, чтобы проверить ход выполнения работ по капитальному ремонту домов в исторической части города Видное. Также на повестке дня народного избранника был осмотр доступной среды на стадионе «Металлург». О результатах инспекции расскажет Юлия Погасьян. Капитальный ремонт многоквартирных домов – сейчас наиболее важный вопрос для жителей исторической части города Видное. Этого события ждали долгие годы. Летом 2022-го работы, наконец, начались. Все нюансы были согласованы с местным населением. В частности, выбор цветовых решений. Например, крыши теперь будут в едином стиле. У нас сейчас происходит ремонт 28 домов. Фасады примерно завершены где-то на 75-80%. Но из-за того, что погодные условия не позволяют в дождь работать, работа планируется завершить до конца года. Кровли завершены на некоторых домах на 80%, на некоторых на 50%. Все кровли планируется до конца ноября завершить, чтобы уже в зимний период времени крыши людям не текли, все было хорошо, дома чистенько, сухо, аккуратненько. Также идет замена от мосток, реконструкция балконных плит, водосточной системы, установка козырьков на входных группах. Качество выполнения этих и других работ на днях проверил депутат Московской областной думы Владимир Жук. В частности, он посетил участок своего коллеги, депутата Ленинского городского округа Павла Русакова. На его территории в строительных лесах сейчас два дома. В целом, я как депутат, как житель города доволен результатом. Понятно, что и облик обновляется, уже достаточное количество лет прошло. Во-вторых, история с кровлями получилась реализовать в одном цвете, в одном стиле, что тоже, я считаю, интересно, потому что историческая часть города – это, скажем так, любимое место прогулок жителей, в том числе и с детьми. Поэтому я считаю, все успешно. В рамках своего визита в Ленинский городской округ Владимир Жук посетил и стадион «Металлург», где проверил доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Персонал, срочный вызов». Позвучал сигнал. Мы выходим, открываем дверь и приглашаем к нам пройти. Стадион «Металлург» неоднократно принимал разного рода соревнования для маломобильных людей. И здесь все предусмотрено для их комфортного передвижения. В здании находится схема, тоже сделана по таблице Брайля. Можно полностью пройти по всему коридорчику и понять, куда мы эвакуируемся, где вход, где выход. Каждая стойка администратора, стойка охраны, раздевалки, они обозначены, медицинский кабинет, борцовский зал и качалка, они обозначены, соответственно, в рамках таблицы Брайля. Все сотрудники стадиона обучены работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Находиться здесь комфортно как гостям мероприятий, так и участникам. Сделана большая работа для того, чтобы все группы инвалидов могли посещать соревнования. То есть все необходимое оборудование закуплено, поговорили, оно используется на самом деле в реальной жизни. Поэтому, мне кажется, очень здорово, и эту работу будем только расширять. Как отметил Владимир Жук, в Московской области практически все крупные спортивные учреждения уже имеют доступную среду. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ургосадовская. Видно этого. В здании детского спортивного клуба «Орленок» начался капитальный ремонт. С каждым годом желающих заниматься дзюдо становится все больше. Вопросы реконструкции и расширения стали, как никогда, актуальными. И вот долгожданные строительные работы стартовали в начале октября. На время ремонта воспитанники «Орленка» занимаются на стадионе «Металлург» и в спортивном зале дошкольного отделения «Видновской школы номер 9». Большое количество детей. У нас заселяется и в микрорайон «Зеленый Али», заселяется детей все больше. И работаем две смены. И помещение у нас была бывшая столярная мастерская. Вот нам ее передали. Там прибавился дополнительный зал. То есть мы одновременно можем заниматься два тренера. И зал прибавился дополнительно 100 квадратных метров. Подсобные помещения появились. Здесь пошире стало прихожая. Родители могут сидеть, посмотреть, как ребята занимаются. И раздевалки добавились. На объекте работает бригада из 12 человек. Здание старое и требует особого подхода. Шпаклевка, заделка швов, замена электрики. В основном сейчас такие. Демонтажные работы все уже произведены. Фасад частично уже процентов на 80 сделали. То есть заделка выбои, восстановление кирпича, покраска. Кровлю перекатали новую. Также идет обогрев капельника, чтобы не образовалась наледия. На следующей неделе начнется укладка плитки. Позже приступят к оформлению фасада. Кардинальных изменений обликостроения не будет. После отделочных работ стены покрасят в основную цветовую гамму микрорайона. Выставка художника Сергея Голяндина открылась в историко-культурном центре. Это уже вторая экспозиция мастера живописи в стенах крыльевического комплекса. На открытии собрались друзья, ученики, коллеги Сергея Борисовича, которые, кроме таланта художника, имеют и другие. Обо всем в сюжете Татьяны Брыловой. Художник, поэт, музыкант. Все это о Сергее Борисовиче Голяндине. И все три ипостаси ярко переплетаются между собой, помогая картинам стать понятнее. Ведь абстракционизм, в котором пишет мастер, имеет большую долю необъяснимого. Требует умения видеть и читать между строк. Он и мольберт, и в этом сложность, есть связи с жизнью, так тонкий. Он проводник. Его возможность фактура, краски и мазки. Стихами своего сочинения открыл Сергей Голяндин выставку, которую назвал «Новое время». Более 60 работ представлены на ней и охватывают последние два года творческой жизни художника. Время у нас все чувствуют хорошо, оно действительно новое. Оно просто прессуется, скачет из одного в другое, строится и разрушается. Тут же на глазах у тебя, на днями, днями, недельно происходит что-то новое. Новый мир на грани, я не знаю чего. Перестройки, великой перестройки. Я это чувствую, эти вибрации. И поэтому они выражаются вот в таких вот формах у меня. Для автора многие работы – это крик души, желание достучаться до людей, которые без оглядки бросаются в новые реалии, живут в виртуальном мире, забывая, что пребывание на этой земле слишком коротко, и что живое человеческое общение ценно, а окружающие люди заслуживают внимания и участия. Это иллюзии земного рая. Это цифровой мир, который нас хотят загнать, он затягивает туда. Среди пришедших на открытие – соседи, друзья, ученики, коллеги. Екатерина Анурова – педагог по изобразительному искусству. Картины мастера она рассматривала с профессиональной точки зрения. Я хочу к чему-то такому прийти. Не знаю пока к какому жанру, но такой жанр, ну, все жанры интересны на самом деле. Каждый по-своему. И каждый все равно по-своему воспринимает, и в определенный период жизни, мне кажется. Просто наверняка Сергей к этому тоже долго шел. Сам Сергей Галяндин твердо уверен – профессиональный педагог и школа обязательны. Но, чтобы после стать художником, надо все забыть и начать писать так, как ты чувствуешь. Парадокс? Возможно. Но именно так, по мнению мастера, можно стать индивидуальностью. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова